В данной лекции впервые в теории практики онлайн-обучения решаются следующие задачи. Дать определение понятия эффективно работающая дистанционная образовательная технология, а характеризовать эффективное управление контролинг практической деятельностью в ходе онлайн-обучения, сформулировать систему понятий и определений теоретического описания идеализированного объекта продуктивной практической деятельности в ходе онлайн-обучения и сформулировать постановку задачи оптимального управления в ходе онлайн-обучения. Бурное применение в обучении ДОТ вызвало не только ажиотажный к ним интерес и внимание педагогической общественности, но и горячие дискуссии по поводу оценки качества обучения с их применением. И самая острая полемика уже длительное время сосредоточена не на технологиях, а на оценке качества педагогических результатов по изучаемому курсу. При этом обычно безоговорочно правильным считается применение учебного контента и тестов, а также специальных учебных активностей в онлайн-курсе по закреплению практических навыков, общения в вебинарах, задания в медиаформате, деловые игры в форумах и прочее. Эта совокупность контента и активности и составляет понимание современного онлайн-курса, в отличие от курса, состоящего только лишь из учебного контента. Казалось бы, это очевидно, условия обучения, наличие обучающего контента и практических заданий на оценку вполне достаточно для того, чтобы полемика прекратилась. Но на самом деле онлайн-курс в онлайн-обучении это не просто прикладная инженерно-техническая задача, а целый комплекс вопросов. Например, какое решение будет лучшим, обеспечивает ли оно достижение поставленной цели, насколько это решение будет по зубам разработчикам и самим обучаемым, и в чем, собственно, цель обучения, которую нужно обеспечить, в том числе за счет практических заданий. Кроме вопросов чисто технического характера, необходимо учитывать вопросы педагогики и психологии онлайн-обучения, включая воспитание. Обязательно встанет вопрос о цене такого человека машинного решения. Есть и другие вопросы в онлайн-обучении, в том числе нормативно-правового регулирования. Например, требования доступности для лиц с ограниченными возможностями. Таким образом, необходимо сформулировать постановку задачи системного решения комплексной социально-технической задачи, определить целевую функцию, что позволит в дальнейшем ответить на вопрос, насколько то или иное решение будет ей соответствовать. При этом потребуется дать несколько базовых определений, без которых разработка контента и практических заданий в обучении с применением дистанционных образовательных технологий не будет иметь четкой результативной оценки. Ранее эти вопросы в литературе не рассматривались.